добрый вечер всем как мне слышно видно еще раз проверим ребят меня зовут антон бурков я руководитель есть причин навигатора сегодня сегодня мы проводим блиц марафон по ошибкам заявителей самые страшные адвокатов представителей заявителей в европейском суде по правам человека кто не может быть меня не знает еще первый раз пришел на наши вебинары представлюсь еще раз антон бурков руководители и спч навигатора 20 лет работы с европейским судом по правам человека в екатеринбурге мы основали сотрудничестве с некоторыми общественные организации в 2011 году уральскую международную школу прав человека нас было более 80 700 выпускников и в какой-то момент мы поняли что вот такие оффлайн школы они очень ограничен возможности очень дорого мы решили проводить вот такую онлайн школу назвали ее и спч навигатор наша миссия довести всех до страсбурга даже если у вас нет высшего юридического образования мы уверены в том что вы каждый самостоятельно даже без не обладая юридическим образованием не знаем международного права может качественно готовить жалобы европейский суд и таких примеров очень много поэтому мы здесь проводим эти вебинары сразу несколько анонсов то первый раз каждую среду мы вот так встречаемся и проводим вебинары обычно они ну крайне мере в 2021 году они будут короткими за исключением вот наверное сегодняшнего и раз в месяц мы проводим совместное мероприятие совместный вебинар с программой help совета европы совет европы приглашает для нас спикера юриста европейского суда надеюсь когда-то это будет еще и судья европейского суда и вот следующую среду ровно через неделю 3 февраля в это же время 19.00 по москве мы встречаемся с кириллом белогубец явно не на тему явно необоснованность жалоб на нарушение статьи 6 европейской конвенции но там тема еще немножко будет уточнена я на следующей неделе на этой неделе уже даже расскажу подробнее на нашем канале в telegram и так все готовы как как дела от напишите плюсики что все готовы поехали по ошибкам хорошо плюс отлично но поехали нас их много этих ошибок вообще это занятие занимает обычно 6 часов на сегодня мы очень быстро про не по ним пробежимся и надеюсь займет не более часа а может даже и быстрее но а если кто-то захочет подробнее изучить ошибочки я вам обязательно пришлю за видеозапись этого марафона который у нас проходил 23 января и так мы начнем с ошибок которые заявители совершает год подготавливая жалобу в европейский суд по правам человека и закончим ошибками взыскание компенсации первая ошибка которые сам европейский вообще европейский суд нам выдал вот эти вот ошибки по заполнению формуляра жалобы основываясь на своей практике они обобщили все жалобы которые к ним поступают все ошибки которые они увидели в этих жалобах и и выдали нам 13 ошибок такой чертовы дюжины но ошибки взыскания компенсации европейский суд нам не раскрывает европейский суд вообще нам не раскрывает ничего по поводу взыскания компенсации поэтому вот ошибки заполнения формуляров я вам буду говорить исходя из того списка который нам выдал европейский суд ошибки взыскания компенсации уже буду говорить на собственном опыте да на собственные ошибки на собственных ошибках на ошибках и коллег Мы этого не стыдимся. Поехали. Первая ошибка заполнения формуляра жалоб. Используется старый формуляр. Эта ошибка была очень актуальна в 2014, 2015, 2016 году, но она не перестает существовать и потенциально может возникнуть. Почему? Потому что у нас, видимо, заявители, может быть, со школы времен, я пытаюсь, кстати, понять, откуда это идет. У нас же все время в школе, да, дай списать, дай шаблон. Мы же любим все шаблоны. Мы же не любим сами работать. И берут кого-то списать, собираюсь обращаться в Европейский суд. А ну-ка, у меня знакомый там обращался в Европейский суд, дай-ка я у него спрошу формуляр жалобы. Спросил, а знакомый обращался в Европейский суд в 2012 году. Тогда был еще другой формуляр. Или в 2016 году. Вроде бы уже в 2016 году был действующий PDF формуляр в PDF форме, но он был немножко другой формы. Там не было определенных пунктиков. Если вы его заполните сейчас, то есть тот формуляр, который ваш друг или знакомый адвокат отправлял в 2016 году, то ваш формуляр жалобы Европейский суд признает как старый формуляр. Потому что в 2018 году внесли изменения. И никто не знает, какие изменения Европейский суд внесет в этот формуляр в 2021 году. Поэтому самое главное, лайфхак или как-то еще его можем называть. Заходим. Прежде чем отправлять жалобы в Европейский суд, мы заходим на сайт Европейского суда, находим там формуляр жалобы на русском языке, скачиваем его и именно его заполняем и отправляем в Европейский суд. Ни у каких друзей, никаких суперадвокатов, самых средств, не берем этот формуляр. И еще самое главное. Готовите вы жалобу в текстовом редакторе. Вы просто смотрите на этот формуляр, берете оттуда название этих разделов и готовите жалобы в текстовом редакторе. И только уже в последний момент, когда у вас уже все готово, вы переносите этот текст в формуляр. И перед самым переносом текста из Word, текстового формата в PDF, именно в этот день вы скачиваете формуляр жалобы. Это вам гарантия, что вы не заполните старый формуляр, старая редакция. Так, да, ребят, вы можете задавать вопросы по ходу лекции, но именно по тому пункту, по которому я говорю. Все остальные общие вопросы в конце. Так, дальше. Вторая у нас ошибочка. И вообще Европейский суд эту ошибку разбил на несколько, я ее объединил в одну. Просто, чтобы нам быстрее сегодня пойти отдыхать. В самом формуляре жалобы отсутствует краткое изложение фактов, нарушений и информации об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Это многогранная такая ошибка. Ну, во-первых, у нас заявители не любят сокращать. Это все, наверное, идет от лени. Мы же хотим написать судям Европейского суда вообще всю-всю историю, что там с нами происходило с заявителем, как нас объезжали во всех судах, вот это все в подробностях. А для изложения фактов у нас есть всего три странички. Ну, как вот можно все это уложить в три странички? Очень сложно. Для изложения нарушений у нас вообще две странички. Раньше была вообще одна в 2016 году. А исчерпание внутренних средств правовой защиты – одна страничка. Поэтому здесь нужно потрудиться, здесь нельзя лениться, здесь нельзя перекладывать свой труд со своих плеч на плечи юриста Европейского суда. И именно юристы, не судьи. Потому что, открою вам секрет, может быть, уже многие слышали от меня. Ваши жалобы не читает судьи Европейского суда. Ваши жалобы читает юрист Европейского суда. Русскоязычный юрист из России, наняли его на четыре года, чтобы поработать. Молодой, может быть, еще не совсем опытный. Вот они читают ваши жалобы. И поэтому, если вы не потрудились, не сжали вашу жалобу до трех страниц, выкинули оттуда все ненужное, оставили только самое важное, то, ребят, он за вас этого не будет делать. Он живет в Страсбурге, у него двухчасовой обеденный перерыв с возможностью пообедать в столовой с вином кризасским. Поэтому учитывайте это и сокращайте, работайте. Вторая грань этой проблемы. Европейский суд, в принципе, нам разрешает в дополнение к формуляру, к этому PDF-формуляру, прилагать еще 20 страниц А4, беленьких, чистеньких. Но проблема вот в чем. Все факты кратко должны быть изложены в формуляре. Если вы что-то хотите разъяснить поподробнее, это 20 страниц. Но туда нельзя переносить факты. Имеется в виду, начали писать факты в формуляре, не вошли все факты, перенесли. А, смотрите там дальше, да, вот в этих 20 дополнительных страницах. Все, это ошибка и конец вашей жалоби. Поэтому этого не делаем. Мой совет вообще выбросить из головы эти 20 страниц. Все умещается великолепно на вот эти три страницы фактов. Почему-то некоторые считают, что нарушения не нужно формулировать, оставляя пустыми вот эти две страницы на изложение нарушений. Но вы должны европейскому суду изложить не только факты, но еще и сказать, вот эти факты нарушают вот то-то и то-то. Там не нужно много расписывать. Мы, кстати, это все подробно изучаем на двух занятиях, пятый и шестой, как именно описывать факты, нарушения, перечислять средства внутренней защиты. В инструкции Европейского суда все это более-менее может быть неподробно, но изложено. Поэтому будьте здесь очень внимательны. Не оставляйте пробелов и пишите кратко. Никита Иванов, старший юрист Европейского суда, нам говорит о том, что за свои 20 лет работы в европейском суде он еще не видел ни одной жалобы, которая бы, по его мнению, не вошла бы в эти факты, этих дел не вошли бы в трехстраничный формуляр, предназначенный для фактов. Проблема с приложениями забывает прилагать копии судебных решений и других документов, подтверждения слов заявителя. То есть изложили, все написали, может быть, хорошо написали, может быть, уложились в эти три страницы. Но, ребят, вы же идете в национальные суды, в районные суды. Без доказательств вы туда не идете. Вы же подтверждаете документами, свидетелями. А почему в Европейский суд есть такая привычка идти без доказательств? Европейский суд, конечно, он очень хорош в том плане, что он подразумевает априори мы добросовестные заявители. В том плане, что нам не нужно заверять доверенность, нам не нужно прилагать заверенные копии судебных решений. Можно прямо от руки переписывать, и они примут эти решения, эти копии. Но их нужно прилагать, хотя бы обычные фотокопии, ксерокопии, как мы их еще можем называть. Обязательно нужно прилагать. Каждый ваш факт юридически значимый должен быть подтвержден документами. И это же относится к... То есть есть факты просто по делу, да, и есть факты, подтверждающие исчерпание. Это вот гражданское дело, это четыре решения уголовные, это два решения суда. Это все нужно обязательно прилагать. Не забывайте. Ну, наверное, к этому можно отнести еще не заполняют страничку с перечень приложений. Это тоже нужно обязательно делать. Это не просто какая-то формальность. Вы помогаете тем самым юристу Европейского суда разобраться в вашем деле. Это как содержание в книжке, в учебнике. В любой момент юрист Европейского суда должен, читая факты в жалове, увидеть после каждого факта в скобочках «Смотри, приложение такое-то», идет в перечень приложений, смотрит, где это приложение, такой-то номер, на какой странице она, и, соответственно, находит это все в приложении, в копиях, которые вы приложили. Очень удобно. Ребят, заботитесь о благополучии юриста Европейского суда. От этого зависит благополучие вашей жалобы. Четвертая ошибочка. Вот это вот очень странная ошибка. В формуляре отсутствует подпись. Самое интересное, что это вторая по распространенности ошибка. Первая, знаете, какая? Первая – это превышение объема жалобы. Ну, это, наверное, объяснимо. Мы не любим краткость, мы не любим работать, мы лентяи, и мы вот так расписываем все, и поэтому превышаем отведенный лимит страниц. Но вот четвертая ошибка меня очень удивила. Вторая по распространенности ошибка. Мы забываем поставить подпись. Но когда заявитель это делает, это еще можно как-то, наверное, понять. Но когда адвокат забывает поставить подпись, это очень странно. Ну, объяснять можно, наверное, все, что угодно. Даже существование дворцов. Но из опыта своего и коллег я заметил, что когда заявитель и адвокат подписывает доверенность, это третья или четвертая страница, да, заявитель там ставит подпись, и адвокат, представитель ставит подпись, что он принял полномочия. И, видимо, в голове что-то срабатывает, что мы уже поставили подпись. И в конце, на четырнадцатой странице, забывает поставить подпись. А эта подпись самая главная. Под вообще жалобой. Соответственно, ну, есть доверенность, и что, а жалобы не подписаны. Все, вся жалоба считается недействительной. Поэтому не забывайте. И лайфхак здесь очень обычный. Покупайте красивые, яркие закладочки, липкие, наклеивайте на том месте, где нужно поставить подпись. И не помещайте в конверт эти бумаги, пока не уберете эти наклеечки, пока не поставите там подпись. Ну, казалось бы, глупо такое объяснять, но, ребят, это происходит. Вторая распространенная ошибка. Не совершаем ее. Пятая ошибка. Это вроде бы совсем не ошибка. Жалобы отправляются незадолго до истечения шестимесячного срока. Ребят, какая тут ошибка, да? Мы соблюли этот шестимесячный срок, все, там, вовремя отправили за 15 минут до истечения срока, да? До закрытия главпочтампа. Ну, смотрите, что происходит. Вы отправили. Происходят два основных момента. Первое. Вы пришли на почту в самый последний момент, отправили, выходите с чеком, отлично, у меня там дата нет еще шести месяцев на чеке. А потом вам приходит ответ из Европейского суда. Нарушишь шестимесячный срок. И выясняется, что на конверте стоит штемпель следующего дня. Это значит, что почтальон торопился домой, чек там выдал за сегодняшний день, а штемпель проставил на следующий день в этом письме. А Европейский суд смотрит именно наш штемпель на конверте. Ну, если это почта России. Поэтому избегаем этого. И второй момент. Даже если жалоба ушла все нормально в течение шестимесячного срока, вдруг Европейский суд вам отвечает и говорит, вы забыли поставить подпись или вы забыли приложить какой-то документ. Вот эту забывчивость можно исправить. Можно снова собрать весь комплект документов и отправить в Европейский суд. Но это можно сделать только в течение вот этих шестимесяцев. Соответственно, если вы в последний день шестимесячного срока отправили, и у вас возникла такая ошибка, вы уже ничего не можете исправить. А если вы в первый месяц отправили эту жалобу в Европейский суд, первый месяц шестимесячного срока, то через два-три месяца Европейский суд вам ответит, у вас есть время все это исправить и снова отправить в Европейский суд. И с этим связана еще одна ошибка. Ошибка на ошибке. Значит, если вы совершили ошибку и что-то там не доделали, Европейский суд вас известил об этом, вы берете и исправляете только эту ошибку. Например, только подпись поставили и формуляр отправили, а приложение не сделали. Это ошибка. Нужно снова отправлять весь комплект документов. Это не работает, как в национальных судах. Оставили исковое заявление без движения, потому что не приложили там доказательства. Вы принесли это доказательство, определение там, вынесли, что принятие рассмотрения, и все нормально. Все. Европейский суд по другим правилам работает. Что не должно быть странным. Следующая ошибка. Шестая. Так, да, это относится к тем, кто представляет юридические лица. Есть здесь такие сегодня? Если вы представляете юридическое лицо, то не забывайте заполнять раздел в отношении лица, кто представляет это юридическое лицо по уставу, то есть без доверенности. Кто вообще передает полномочия представителю в европейском суде. Бывает такое, что не указывается организация, но не указывается должностное лицо. И второй момент. Не прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя. То есть, может быть, и написали, генеральный директор такой-то, но полномочия. И тоже здесь не надо оригиналов, фотокопию, доверенность, уставы, выписки, игрю и все в порядке. Дальше. Седьмая ошибка. А, ну вот это надо было, я уже про это сказал, заявитель не составляет список приложений к жалобе. Вот это все сразу же посылает вашу жалобу в урну. Восьмая ошибка. Очень банальная. Наверное, еще банальнее, чем подпись. Не ставит крестик напротив государства-ответчика и не отмечает пол заявителя. Мужской или женский. Нужно точечку поставить. Интересно, что напротив государства ставится крестик, а пол отмечается точкой. Я еще шучу. Говорю, что не отказывайте себе в таком удовольствии поставить крестик напротив той страны, которая нарушила права вашего заявителя или ваши права. Поэтому отмечаем крестик. Ну, Европейский суд должен знать, против кого вы жалуетесь, против какого государства. Даже если в жалобе и так понятно, что это Россия или Украина, ставьте крестик. Ну, а если не поставили пол, то уже будет считаться анонимной жалобой, потому что пол не указан. Девятая ошибка. Ну, здесь мы уже переходим к компенсациям. Это как раз те ошибки, про которые европейский вообще суд молчит, никому не рассказывает. Вдруг узнают. Начнут взыскивать большие деньги. Миллионы. Миллионы, может быть, и не будут. Но если узнают, то будут взыскивать такую достойную компенсацию. Намного достойнее, чем можно взыскивать в национальных судах. Первая ошибка. Не просят или неправильно просят компенсацию. Ну, наверное, кто-то идет в Европейский суд ради декларации. о том, что, да, права нарушены, государство виновата, вы правы. Но я думаю, что многие просто по какой-то причине забывают. Ну, это тоже очень странно, как там забывают поставить подпись, потому что вы же не обращаетесь в национальные суды с исковым заявлением, не указав, какую сумму иск вы просите. во-первых, суд не примет производство такой жалобы. Вот. Но в Европейский суд можно обратиться не изначально в жалобе, не указывая требования о такой-то выплате, такой-то суммы компенсации, о присуждении. Но это уже относится к другой ошибке, неправильно просят. Вообще, просить компенсацию нужно на стадии коммуникации, когда дело уже рассматривается. Вам, как правило, предоставляется право представить меморандум, и именно в этом меморандуме нужно просить компенсацию. Не забывайте. Даже если вы указали это в жалобе, это не будет иметь никакого значения. Кстати, в жалобе нет ни одного пункта, где бы говориться «изложите ваши требования». Там вот указывается «изложите ваши факты», «изложите нарушения», «исчерпания», но никто не просит «укажите сумму компенсации, которую вы просите». Отчасти это потому, что в жалобе указывать сумму, которую вы просите присудить, преждевременно. Ну, вопрос касается например, упущенной выгоды. Дело рассматривается пять и больше лет, упущенная выгода вычисляется по тому времени, когда вы упускаете эту выгоду. Потом еще вопрос о компенсации юридических расходов. Часть юридических расходов возникает на стадии коммуникации, ведь ваш представитель или вы как представитель должны работать, подготовить меморандум, это все тоже стоит, и государство обязано компенсировать эту стоимость. Поэтому на стадии коммуникации. не знает как взыскивать упущенную выгоду или как максимизировать сумму морального компенсации морального вреда. Есть очень интересные лайфхаки, мы о них рассказываем подробно на полном курсе компенсации в ЕСПЧ. Еще ошибки неверно понимают возможности взыскания сумм в европейском суде. например, не знают, это связано, не знают и не хотят заморачиваться, не хотят узнать. Вот эта ошибка была у меня и благодаря этой ошибке сегодня существует вот это занятие открытое, полный курс компенсации в ЕСПЧ, потому что когда-то я вообще не заморачивался по поводу компенсации судебных расходов и думал, что это невозможно или сложно и в общем не делал этого. А когда узнал, что это вообще можно, решил, что нужно вообще-то делиться этим и рассказывать. Вот пример один адвокат, его зовут Константин Маркин, про Костю я не буду рассказывать. В узком кругу юристов он очень известен. Может быть на полном курсе расскажу, сейчас времени мало. Он выиграл супер два дела. Одно дело как заявитель Маркин против России по дискриминации мужчин. военнослужащих. Второе дело уже как адвокат. Ну, это только те дела, которые я знаю. Может быть еще больше он выиграл. Неважно. Ананкин и другие против России. Он своим бывшим коллегам взыскал военным, взыскал 48 коллег, взыскал 207 тысяч евро. Но в решении не было никакой суммы присужденной адвокату за его работу. Почему? Я его спросил. Костя признался, что он даже просто не хотел заморачиваться. Не знал, как это делать. И вот это во мне срезонировало. Я вспомнил свою историю. И вот в результате появился этот курс. Десятая у нас ошибочка. Тоже компенсация. Сейчас все говорим про компенсацию. Не просит упущенную выгоду. Я уже про это говорил. Просто как-то видимо упускаем упускаем на это. Просим убытки, ущерб, но забываем о компенсации судебных расходов. Это очень распространенная ошибка. Ну, просто очень. Поэтому просите. Просите, дадут вам все. Еще одна ошибка. Не получает из бюджета Совета Европы 850 евро в счет гонорара представителя до рассмотрения дела с почту. Но здесь заявители и представителей осуждать за это очень неправильно. Просто потому, что Европейский суд очень редко этим делится. Но видите, официальная статистика Европейского суда 60% заявителей идут в Европейский суд без адвокатов, без представителей. И 40% с адвокатами. Когда дело коммуницирует заявителя, у которого нет адвоката, ему предлагают найти своего представителя. Потому, что на стадии коммуникации обязательно участие представителя. И именно на этой стадии они говорят, а вы найдите себе представителя, а если у вас нет средств на это, мы вам дадим 850 евро из бюджета Совета Европы. Там вот такие правила. И что-то объясняет. Но тем 40% заявителей, у которых есть представители, европейский суд эту тайну вообще не рассказывает. Потому, что есть представители, значит, и деньги есть на представителя. А на этой стадии нужно попросить Европейский суд дать эти 850 евро. На четвертом занятии курса компенсации в ЕСПЧ мы это подробно все рассматриваем с шаблонами, документами, все, что нужно делать. Поэтому не забывайте про эту сумму. Ну, и в чем плюс это? Ну, во-первых, 80-50 евро. Ну, может быть, кому-то это маленькая сумма покажется. Если периодически такой бонус получать, наверное, это неплохо. Почти 80 тысяч рублей сегодня. Во-вторых, это лишь часть вашего гонорара как представители. Все остальное вы можете взыскать на стадии рассмотрения дела по существу, постановления Европейского суда. А в-третьих, эта сумма выплачивается непосредственно представителю. Через заявителя эти деньги не проходят. То есть не надо вдруг недобросовестный заявитель искать его, бегать за ним. И четвертое, что четвертое? Да, а налогами не облагается. Вот. Никакими. И прямо вам на банковский счет по курсу в рублях. А, нет, в евро это все выплачивается. У вас должен быть валютный счет для этого евро. Дальше 12-й, 12-й, ошибка 12-я. Не знает, что можно взыскать гонорар представителя, даже если он работал бесплатно. Вот, я про это не знал. Я работал в общественной организации «Сутяжник», мне зарплату платили, работодатель платил, соответственно, я даже не задумывался, как можно взыскивать расходы на представителя, если заявитель мне ничего не платил. Оказалось, что, возможно, было в пользу организации, например, попросить и взыскать с России. Нельзя было это прощать сумму. Но сейчас все это мы делаем успешно, так что знайте, что можно, даже если представитель, если заявитель не оплачивал представителю ни копейки, работал прабона адвокат, например. Это не значит, что нужно России или Украине прощать эти расходы. Я однажды сделал оговорку такую, что можно получать, взыскивать гонорар в пользу представителя, даже если он не работал. Но работать нужно. И очень хорошо. вот один из таких слайдов, недавно два месяца назад прошла такая новость, один из адвокатов был привлечен к уголовной ответственности за то, что пытался получить гонорар успеха своих преддоверителей. Но дело в том, что этот адвокат просто делал неправильно. Он взыскал миллион евро в пользу своих представителей, там их было много, получил от всех доверенность на себя, получил весь этот миллион евро и потом выдавал каждому заявителю соответствующую сумму за вычет своего гонорара. В результате кто-то возмутился, кому-то что-то там не додали и вот нашли возможность привлечь. А делать нужно было наоборот. Не нужно было забирать у заявителя, нужно было просто сверху просить европейский суд присудить гонорар успеха. Как это делать мы тоже рассказываем на пятом занятии курса компенсации в ЕСПЧ. Тринадцатая ошибка, но не последняя, потому что у нас 13 плюс ошибок. Не знать, что высказать расходы на представителя можно не только за работой в ЕСПЧ, но и в национальных судах. Мы даже провели на телеграм-канале ЕСПЧ-навигатор такой опрос и 50% участников ошиблись, отвечая на вопрос. А можно взыскивать расходы и за работу в национальных судах, и за работу в ЕСПЧ. А еще и расходы на проезд, проживание. Я имею в виду не проезд, а в ЕСПЧ, потому что это очень-очень редко, и сам ЕСПЧ все это компенсирует. Например, в апелляцию вам нужно приехать в Москву или куда-то еще. Это все можно взыскивать. Но там есть принципы разумности, не надо в бизнес-классе лететь, не компенсирует необходимости, не нужно лететь с жалобой Конституционной в Верховный суд, когда это можно все отправить почтой. В общем, эти все принципы, тоже мы про них рассказываем на курсе. И 14-я ошибка. Заявители больше слушают Конституционный суд, президента, больше, чем изучают возможности, которые предоставляет Европейский суд. Вот практически каждый день либо знакомые, либо коллеги в чате из ПЧ-навигатора задают вопрос, а разве можно сейчас обращаться в Европейский суд? А еще такой момент, когда мы рекламировали эти курсы, конечно же, в Фейсбуке появляются тролли, и все они пишут одну и ту же фразу, о, это сейчас неактуально, внесли изменения в Конституцию. Ну, внесли-то они, внесли, что-то там дописали какую-то 70 плюс статью, но статью 15 Конституции России они не изменили, а эта статья говорит о том, что Европейская конвенция, нормы международного права имеют приоритет над нормами национальными, никто это не изменял, и это прекрасно знают и президенты, Конституционный суд, но говорят они совсем другое. У нас Конституционный суд с 2007 года против гонораров успехов. У нас же не могут быть адвокаты успешными, если они выиграли дело в Конституционном суде, нельзя им давать гонорар, а то еще захотят прийти в Конституционный суд, еще заработать, надо их обрубить, никаких гонораров вам, не успеха вообще. но европейскому суду на все это далеко, далеко. Европейский суд на все эти возражения просто выдает гонорар успеха, выплачивает из бюджета Российской Федерации, ну и Украины. Поэтому, ребят, не слушайте тех, кто заинтересован, чтобы вам ничего не платили, чтобы вы не были успешными, чтобы вы не выигрывали дела в европейском суде, слушайте Испеча Навигатор, он вам расскажет всю правду. Вот, поэтому риторический вопрос, зачем нам быть такими юристами, которые совершают такие ошибки, или если вы заявитель, зачем вам такой юрист, может вы сами справитесь? Да, Татьяна, спасибо за вопрос, оставьте мне, пожалуйста, информацию о стоимости курса по компенсациям на юрпомощь. Татьяна, обязательно, и просто не уходите, мы сейчас как раз про это будем говорить. Ну и, конечно, на e-mail я вам повторю. Итак, предстоящие вебинары и коучинги. Да, еще раз напомню, что у нас через неделю в это же время юрист европейского суда Кирилл Белогубец будет говорить о необоснованности жалоб на нарушение статьи 6. Возможно, акцент сделаем на делах об административных правонарушениях. Очень актуально, да, после того, что было 23-го, будет там еще ближайшее время. Вот, и раз это у нас регулярно проходит, мы еще даже делаем конспекты всех этих занятий. В прошлом году, в декабре, выступал у нас на вебинаре другой юрист европейского суда Дмитрий Гурин. Дмитрий Гурин дважды даже выступал, у нас вот есть два конспекта его выступления. И надо сказать спасибо огромное Дмитрию, он не просто выступил с какой-то там лекцией, он еще почти два часа отвечал на вопросы, на ваши вопросы. И все мы их законспектировали, вот эта ссылочка я вам только что отправил. Пожалуйста, сейчас открывайте это, сделайте закладочку, почитайте там 34 плюс вопросов, очень много вопросов и соответственно ответов. И не забывайте следующую следующую в следующую среду я сейчас вам пришлю ссылочку на регистрацию, не регистрацию, запись на следующий вебинар. Вот ссылочка в телеграм-канале. Пожалуйста, заходите там, кликайте, и вам придет ссылочка, как сегодня. Пожалуйста, Дмитрий. Итак, мы проводим полные курсы, их у нас сегодня три, и все они проводятся в прямом эфире, вот так вот вживую я с вами общаюсь, разговариваю, отвечаю на ваши вопросы, преподаю. Скоро это будет все уже в записи, поэтому успевайте, потому что мы будем делать новые курсы, и времени уже не будет на прямые эфиры вот по этим. Итак, в ЕСПЧ правильно, первый курс, взыскиваем компенсацию в ЕСПЧ и коммуникацию в ЕСПЧ. Ну, коммуникация, если это не русское слово, по-русски это рассмотрение дела в ЕСПЧ. Что мы на этом курсе? Вот программа, очень кратко, но эти программы все есть очень подробные. Вот курс в ЕСПЧ безошибочно, правильно, как уж вам приятнее ее называть, вот полная программа. Каждый курс состоит из семи занятий. Сегодня первое было занятие, но вообще у нас есть первое занятие очень подробное в записи, если кто-то не был 23-го, обязательно пришлю ссылку и вы все это посмотрите. Ну, вообще для каждого участника есть дневник со всеми материалами, со ссылками на все материалы, ничего не пропустите. Так вот, первое занятие мы про ошибки говорим, второе занятие, оно самое, наверное, подробное, самое длительное, потому что мы идем по формуляру жалобы и смотрим, что, как нужно заполнять. И не только учитываем инструкции европейского суда, а еще собственный опыт того, как лучше заполнять. Не то, что как правильно, а как еще лучше это сделать. Вот, все эти технические моменты мы проходим и говорим про упаковку жалобы. Как правильно ее там пронумеровать, упаковать, отправить, чем отправить, когда отправить. Третье занятие о приемлемости. Вот если первое и второе занятие, оно касается 15% всех ошибок, которые совершают заявители, то приемлемость, критерии приемлемости, это еще 80% ошибок. И мы эти все критерии разбираем. Ну, практически все, потому что мы не разбираем критерии, например, межгосударственных споров, вам это не надо, зачем, всю теорию выбрасываем, оставляем самые сливки, то, что вам нужно на практике. Четвертое, проходим национальные суды. Это специальное занятие для того, чтобы вам показать, как дела можно выигрывать в национальных судах с учетом Европейской Конвенции по правам человека, с учетом практики Европейского Суда, как убеждать судей применять Европейскую Конвенцию. Как бы это не фантастически звучало, но, ребята, получается. Получается в районных судах, получается в Верховном суде, получается в Конституционном суде. Ну, я про Россию говорю. И все эти примеры я вам покажу. Это собственная практика, практика коллег. Все это работает. У нас, по-моему, тут присутствует Анна Деменева, если еще не ушла. У нее тоже очень богатый в этом опыт. Кого я еще знаю из участников? Ну, в общем-то, ребята, работает, и на этом можно экономить годы, годы вашей работы. Вам не надо обращаться в Европейский суд, или ваши заявители сэкономят годы своей частной и личной жизни, потому что просто выигрывают дело в национальном суде. И все шаблоны, примеры, жалоб, формулировки, выработанные десятилетиями, уже можно так сказать, того, как убеждать судей, что нужно применять Европейскую конвенцию. и еще одна функция этого занятия, четвертого, состоит в том, чтобы показать, как сшить дело для ЕСПЧ. Известная эта фразочка «прокурор шьет дело». Так вот, мы тоже должны уметь сшить дело для европейского суда. и мы его должны готовить не тогда, когда мы проиграли дело в апелляции, в касации, во второй касации и вот проснулись, сейчас в Европейский суд пойдем. Поздно, ребят, надо готовиться уже на стадии подготовки иска, уже нитки эти готовить, иголки, дрель, шило и все это делаем. Самое интересное, что, хоть мы и называем это в шутку шить дело для ЕСПЧ, дела в ЕСПЧ они не прошиваются, они хранятся в папочках неподшитыми. Поэтому Европейский суд вас просит присылать непрошитые документы. Дальше, пятое занятие, мы описываем факты. Описываем факты в жалобах. Очень много есть лайфхаков, уловок, уловок, плохое слово, техник, как сокращать. Также мы говорим про указываем нарушения. Вот эти два занятия, они вообще уникальны, их нигде нет. Ни в одном учебнике, ни у других тренеров. Поэтому приходите к нам. И седьмое, мы просим срочные меры. Очень тоже важная идея, потому что все думают, что по всем делам можно предпросить срочные меры. И если вы придете на занятия, услышите, узнаете, то это вам сэкономит массу времени, чтобы не делать запросов о применении срочных мер. А если уже вы делаете этот запрос, то делайте его действительно правильно, чтобы вам дали эти срочные меры. Занятия по курсу компенсации в ЕСПЧ. Также у нас есть программа подробная, это все здесь кратко написано, но на сайте есть подробная программа, вот ссылочки. Первое занятие мы говорим про ошибки, второе занятие обзорное, какие компенсации вообще можно взыскать в европейском суде. На примерах, на практике все это показываем, чтобы у участника курса было четкое представление. Вот он идет в европейский суд, кроме декларации о том, что нарушено будет право признано, что вы можете получить, что вы можете взыскать, чтобы не было там иллюзии, что вы там 2 миллиона или 2 миллиарда евро можете взыскать, как ЮКОС взыскал. Может быть и можете миллион, но, ребят, в зависимости от дела нужно все понимать, и какие именно компенсации по полочкам. и дальше мы начинаем работать как раз по этим полочкам. Первая полочка у нас, первая оплата, вот эти 850 евро. Мне курс этот нравится чем? Потому что здесь все очень четко, почти как в математике. Здесь мало зависит от вашей креативных способностей писать жалобу. Это если первый курс, даже если я вам объясню все правила, все ошибки, лайфхаки расскажу, вы все равно будете писать жалобу, и как вы ее напишите, от этого будет зависеть. То в этом курсе от ваших способностей писать факты, описывать мало что зависит, потому что есть шаблоны, заполняете просто и отправляете в Европейский суд. 850 евро получать на представителя даже если у заявителя есть большой годовой доход. Нет, если у заявителя есть большой годовой доход, официальный по крайней мере, то нельзя. Но опять же, что такое большой? У меня есть случай, когда партнер юридической фирмы получил, точнее, я как его представитель получил 850 евро. Просто там еще вопрос ежедевенцев, ипотек, расходов. Вообще там каждый заявитель заполняет декларацию доходов и расходов. Поэтому сложно ответить на ваш вопрос, но если уж очень большой доход, ну, конечно, четвертое занятие взыскиваем расходы на представителя. Это как раз то занятие, где мы говорим, как можно взыскать расходы на представителя, даже если вы не работали, даже если вам заявитель ничего не платил, как можно это взыскать. Можно, там есть определенный договор, акт, все это тоже предоставляется, бланки, эти шаблоны, все заполняете, отправляете и получаете. взыскиваем компенсацию ущерба, пятое занятие, там очень важные моменты, как можно сделать так, чтобы не ошибиться, мало не попросить, дать свободу европейскому суду. Шестое у нас обычно приглашенный спикер по практике изыскания расходов, иногда это бывает Билл Баулинг, Баррестер из Великобритании. Ну и седьмое, мы работаем над ошибками заявителя. Если в первом занятии мы просто называли ошибки, то на седьмом мы просто подробничным образом разбираем несколько дел в европейском суде. Проблема с расходами какая, с изысканием расходов компенсации? Европейский суд в своих решениях буквально выдает один абзац посвященный статье 41 конвенции расходов компенсации. Но понять почему дали так мало или так много невозможно, если не знаешь какая была жалоба, какие были документы в коммуникации. И мы как раз берем те дела, которые мы знаем от и до и сравним их с другими делами. и поэтому мы видим и понимаем всю эту аналитику. Что приходится делать, если европейский суд нам ничего не говорит? Анализировать, использовать мозги, использовать свои дела. Вот мы их анализируем на седьмом занятии все это рассказываем. седьмом у нас есть курс по коммуникации в ЕСПЧ. Жизнь жалобы в кабинетах ЕСПЧ мы проходим. Вообще смотрим, как живет жалоба. Мы же все думаем, что отправили жалобу и она там все коммуницировалась и решение постановления появилось. О, ребят, там такие кабинеты, лабиринты. И все очень интересно, очень важно, потому что пока жалобы ходят по этим кабинетам, вы должны принимать определенные решения и писать определенные документы, чтобы не ошибиться, чтобы не снизить компенсации. Так, Татьяна, зашла по ссылке, на меня переносит на пробный курс. Видимо, это тот, который вы проводили недавно, онлайн, бесплатно. Про стоимости курса не вижу. Сейчас, Татьяна, сейчас я приду. Извините, я так долго про программу. Сейчас про деньги буду говорить, наконец-то. Я обязательно скажу, как можно записаться. Спасибо за вопросы, это очень важно, потому что я же не понимаю, как вы воспринимаете то, что я говорю. Сейчас я понимаю, что не достают информации, сейчас все расскажем, не уходите, еще немножко. Итак, второе занятие, мы говорим, что происходит от подачи жалобы до процесса рассмотрения. жалобы никто быстро сразу не начинает рассматривать. Там есть определенные шаги. И самое интересное, что от вас нужны тоже шаги. Поэтому вот второе занятие по этому поводу, чтобы вы ничего не пропустили. Третье, у нас свежая совершенно программа и комс. как с помощью этой программы общаться с европейским судом. Сейчас уже не надо конверты носить на почту, но с определенной стадии. Все это тоже подробно мы рассказываем, как не пропускать письма от европейского суда. В общем-то, эти все курсы, они даже не то, что юридические, они перемешаны с какими-то техническими моментами, которые можно узнать только на практике. Даже юристы европейского суда этого не знают. просто потому, что они на той стороне, а мы на этой стороне. Они же, например, никто не отправлял жалоб в европейский суд. Они не знают, как это все делать. А мы знаем. Четвертое занятие рассмотрение жалоб ЕСПЧ. То есть, тоже эти все стадии мы рассказываем. Потом отдельно про стадию мирового и отдельно про стадию подготовки меморандума. Это очень важная стадия. Как раз на этой стадии теряют многие компенсации. Ну и исполнение постановлений. Выплата денег и пересмотр судебных решений. А еще самое сложное пересмотр практики и законодательства. Все это мы говорим на этом занятии. Итак, как вы готовитесь писать жалобу, меморандум, получать компенсации? Мы показываем последовательность действия в этих курсах, предоставляем формуляры, документы. То есть это не будет просто видео говорильня. Эти курсы называются коучинги, потому что мы не просто рассказываем, какую-то информацию делимся, накопленную за 20 лет. Наша цель, чтобы вы после этого курса взяли и написали жалобу, и чтобы ее у вас приняли, чтобы она прошла фильтр, или чтобы вы поняли, что ваша жалоба вообще неприемлема в Европейский суд, европейский суд не панацеет всех бед, и мы вам сэкономим массу лет надежд на Европейский суд, если ваша жалоба не подходит, чтобы вы взыскали компенсацию, чтобы вы прошли все эти коммуникационные коридоры. Ректор не видно, включили экран, нет, я вижу себя, кто-то еще меня не видит, напишите минусы. Ну, что на меня смотреть, главное, смотрите на слайды. Мы работаем в группе до 20 человек, обычно даже там 10 человек, но я думаю, что это самое большое достоинство курса, когда вы работаете в группе, потому что в группе у членов группы возникают вопросы, которые у вас не возникают, но они очень важны, и отвечая на эти вопросы, вы тоже получаете эту всю информацию. 7 занятий во внерабочее время, мы по субботам занимаемся, по субботам занимаемся специально, чтобы вы могли в свободное от рабочее время вот мои контакты, пожалуйста, можете написать, так, сейчас я всем отправлю, но я еще не все рассказал, это я просто предварительно брошу вам мой e-mail, пишите, кто желает записаться на курс, но про результативность я уже говорил, наша цель, чтобы вы научились готовить жалобу в Европейский суд, чтобы вы научились и смогли взыскать компенсацию. Есть много отзывов от участников на сайте, я дал ссылки, где можно их почитать, можно этим автором написать, это живые, абсолютно настоящие отзывы, не нарисованы. Про профессионализм, ну, кратко скажу, 20 лет опыта с работы с Европейским судом, опыт преподавания, я учился в Кембридже, преподавал в Гарварде, сейчас преподаю не только в Российском ВУЗе, но еще в университете Аризоны, многие спрашивают, что у Аризоны, кому нужна европейская конвенция, это же США, ребята, это онлайн курсы, это онлайн университет, онлайн программы, я там преподаю онлайн, правда, ночью приходится просыпаться и преподавать, но это мелочи. Мы в Екатеринбурге обкатали весь этот курс от и до оффлайна курса, у нас много выпускников, есть книги, не говоря уже и про коньковежный спорт, есть выигранные дела в европейском суде, есть взысканные компенсации, вот здесь Аня Деменева, надеюсь, еще присутствует, первый опыт общения с европейским судом был вот по делу Ракевич, именно Анна Деменева представляла интересы Ракевич, будучи еще юристом общественной организации Сучажник, я в это время снимал, как Аня борется с представителем государства российского Павлом Лаптевым, очень интересный получился документальный фильм, да, есть еще дело Бурков против Гугл, но это не в европейском суде, это выиграли мы все здесь в России и взыскали компенсации тоже, тоже было очень интересное дело, касающееся защиты персональных данных. Так, вопрос Оксана, видимо, в какой момент нужно писать о компенсации, если Испече направил государству ответчику жалобу, переслал заявителю возражения государства и не указал, что от меня нужны меморандумы, теперь жалоба стоит в стадии на рассмотрение, при этом Испече указал, что такие жалобы имеют устойчивую практику, в этом случае вам не надо ничего направлять в Европейский суд, если это дело так называемое WECL, Well Established Case Law, по устоявшейся практике, то с вас вообще, даже с государства не просят меморандумы, но государство может что-то там ответить, но вам уже не дают возможность представить меморандумы, и они вам взыскивают исходя из предыдущей практики компенсации, это исключение. Если дела рассматриваются не комитетом, из трех судей, а палатой семьи судей больше, там 17, то там уже другая процедура, обмен меморандумами обязательно. Итак, про курсы, про особенности курсов, доступность, понятно сейчас все это онлайн, утром в субботу проснулись, взяли чашечку кофе и пошли лекцию слушать. Интерактивность всегда вопрос и ответ, и не только во время занятия, но и между в телеграм-чате. и все материалы остаются у вас, абсолютно все, видеозаписи, презентации, чаты, все документы, все это в дневнике хранится, на гугл-диске, под вашим паролем вы все заходите, ко всему получаете доступ пожизненно, ну, пока гугл работает, да, в любом случае восстановим материал, если вы потеряете, то есть это такой появляется, этот дневник похож на учебник, то есть вы прошли курсы, потом у вас появилось какое-то дело, вы вернулись к нашим курсам, и снова все повторили, и сделали все, как правильно нужно сделать. Я всегда прошу вас о нескольких действиях, посмотреть, сколько вы узнали нового сегодня, если будете так добры, напишите прямо в чат, что да, я узнал что-то новое, посмотрите на ваши дела, как вы могли бы применить эти знания к вашим делам, подумайте, сколько вы еще можете узнать из полных курсов, и соответственно использовать в своих делах. сколько вам нужно еще узнать, чтобы не совершать таких ошибок, ну и соответственно сколько потребуется от вас потратить времени и средств, чтобы все это узнать. Вопрос нетривиальный, потому что не стоит тратить свое время на поиск этой информации, мы уже для вас собрали это все на этом курсе, вам не нужно действовать методом попыток, ошибок, вы можете все это сделать благодаря этим курсам безошибочно. Сколько стоит? Прежде чем говорить о курсе, нужно сказать о стоимости услуг адвоката. Стоимость услуг от 100 до 300, а то и выше, тысяч рублей. Сами курсы стоят индивидуальные и групповые оффлайн курсы довольно дорого. я говорю из своего опыта создания проведения оффлайн тренингов, потому что все эти кофебрейки, аренды, это все перекладывается на плечи участников, это все очень дорого. Конечно же, это не та цена, которую я буду просить за эти курсы. Прежде чем назову эту цену, скажу, что возможно рассрочка. Если нет возможности заплатить всю сумму сразу, пожалуйста, напишите, какая будет рассрочка, какая сумма, по какому графику. Для нас вот эти оплаты, хотя наша организация существует как раз за счет этих оплат, но нам это не самое важное. Нам важно делиться. Просто мы считаем, что бесплатно делать это нельзя, люди не ценят. И возможно возврат средств. Если вдруг вы записались, например, не посмотрели подробно программу, думали, что курс об этом, а на самом деле курс то, что написано в подробной программе. Ошиблись, прекрасно вас понимаем, объясните, вернем средства, не туда пришли, с кем не бывает. Групповой курс стоит обычно 22 тысячи, сегодня, если вы сегодня запишетесь на этот курс, 4 часа осталось по Москве, цена будет 20 тысяч рублей. Пожалуйста, пишите, сейчас еще дам координаты полные, записывайтесь, чтобы записаться по этой цене. Соответственно, если вы берете несколько курсов, 2 или 3, скидка будет еще на 2 тысячи, соответствующая экономия. Выпускникам курса тоже скидка. Есть еще возможность пройти индивидуальную работу, когда мы вместе с вами по вашим материалам готовим жалобу в Европейский суд с помощью таких занятий онлайн и Google Docs. Вы излагаете факты, я их проверяю, дополняю, изменяю, говорю, что нужно еще сделать, вы дорабатываете, и таким образом мы доходим до готовности жалобы, до ее отправки в Европейский суд. Вы буквально ее упаковываете и отправляете. Я говорю, как это все это делать. И вы тем самым учитесь на опыте, на своем собственном, только не совершая ошибки. Если вы участвуете на курсе и в этот момент или чуть-чуть попозже вам нужно подготовить жалобу, вы просто доплачиваете еще 90 тысяч и готовим эту жалобу с вами вместе. Ну, что вы получаете, я уже говорил, все остается у вас может быть не в памяти, но во всех документах и вы всегда можете вспомнить, что о чем мы говорили, чтобы правильно сделать по вашим делам. Бесплатная консультация, у нас отдельный чат создается для участников курса, мы там всегда общаемся. Вот, ну и самое главное, что вы можете компенсировать свои расходы. На курсе компенсации в ЕСПЧ это вообще очень очевидно, потому что даже первая оплата 850 евро, которую вы можете получить благодаря знаниям курса, компенсирует ну слегкой все три курса, стоимость всех трех курсов. Ну и, конечно, мы выдаем диплом с указанием часов учебных, то есть это например, в коллегиях адвокатах часто требуется, чтобы зачли вам в качестве прохождения курса повышения квалификации. Бонусы у нас есть, конечно, наши книги, которые мы сами написали, такая интересная книга о том, как ведутся дела, стратегические дела в США и в России, сравнения. Вот видите, даже Шнур читает эту книжку. И мы сейчас по материалам этой книжки, одной из глав, мы готовим документальный фильм на телеканале RTVI. Ну, все это в YouTube будет доступно. Когда будет доступно, я сообщу обязательно в Telegram канале. Сборник докладов тренеров на Уральской школе международного права человека. Как принести права человека домой. Там в том числе авторы, заместитель председателя Европейского суда по правам человека, Франсуаза Тюлькинс в отставке. Так, Иван, Антон Леонидович специально вам в личку шуру. А, ну, ладно, это же в личку, значит, я потом прочитаю. Так, дальше. Книжка, это моя диссертация докторская, переведенная на русский язык. Ее вычитывал судья ИСПЧ Антолий Иванович Ковлер сейчас в отставке. Она про то, как работать с Европейской Конвенцией в национальных судах. Актуальна и сегодня. Книжка немножко уже постарела, но она актуальна. Процедура подачи жалоби в Европейский суд, совместная моя работа с Людмилой Чуркиной чуркиной с моей коллегой. Дополнительный бонус это наш телеграм-чат закрытый для участников. вот такие дипломы выдаем. Можете их распечатать или в социальную сеть повесить. Итак, курс стоит 20 тысяч рублей сегодня, завтра в 22 тысячи превращается. и это не просто сказка про Золушку, что там завтра что-то превращается во что-то. У нас занятие начинается в субботу, поэтому группу нужно формировать, сегодня ее укомплектовываем. Поэтому сегодня сообщайте и начинаем работать. Расписание занятия. Смотрите, если у нас регулярно по 3-4 участника берут по 2-3 курса одновременно, и эти курсы можно проходить параллельно. Не нужно 7 недель, 7 недель, еще 7 недель. Просто в субботу вы выделяете время с 10 до 12 одно занятие курса, с 12 занятие другого курса и с 14 0 занятие третьего курса. Итак, 7 недель вы проходите все 3 курса. Ребята выдерживают все нормально в этом плане не беспокойтесь. Отзывы. Я с удовольствием поделюсь с вами ссылками на все отзывы. Отзывы на сайте. Отзывы на сайте и отзывы в фейсбуке. Ну, как вы понимаете, в фейсбуке они вот сейчас в фейсбуке пришли. Вы прям можете участникам написать тому, кто написал отзыв, проверить, все ли это правда или задать дополнительные вопросы. да, могу предоставить отзывы и судей европейского суда. И еще напомню, что каждую среду мы в этом в прямом эфире. И чтобы не пропустить прямой эфир по интересующей вас теме, пожалуйста, заходите на телеграм-канал наш, вот эта ссылочка, там кликайте, что вы заходите в этот канал и вам будет раз в день приходить какая-то новость. Там уже будете смотреть интересно вам или неинтересно. Ну и напомню, что раз в месяц мы с программой Help, вот их слайд, проводим совместный вебинар. Уже два провели на следующей неделе в это же время. Пожалуйста, вопросы, есть ли Татьяна, рассрочка возможна. Обязательно. Можно сказать, что мы договорились. И еще один момент. Если вам понятно, что вы сюда не просто пришли, вам интересно европейская конвенция, практика обращения европейский суд. У нас есть чат, в отличие от телеграм-канала, там любой из вас может задать вопросы. И мы отвечаем, я отвечаю, мои коллеги отвечают, вот ссылочка я прислал, регистрируйтесь, заходите, задавайте или просто следите за вопросами, ответами. Это очень образовательная такая штука. вообще-то этот чат работает как коллективный мозг, потому что не я один там работаю, другие опытные ребята приходят и отвечают, задают вопросы, отвечают. Пожалуйста, не забывайте про этот ресурс. Так. это мы все проходим. Ну, если у вас возникнет желание написать отзыв на этот вебинар, я буду очень вам благодарен. Вот специальная ссылка для этого. Мои координаты, e-mail, ну и можно написать в любой мессенджер по телефону 916 25 05 93 Так, Татьяне я сейчас напишу. Татьяна, еще раз лучше мне тоже написать, чтобы мы не потерялись. вопросы у вас есть по курсу, по теме. если вопросов больше нет, есть. Алена Анатолий Леонидович, спасибо большое, всем всего доброго. Да, Алена, спасибо. Вот Алена Закирова у нас участвовала в одном из первых по-моему тренингов и по-моему ее жалобу приняли к рассмотрению, если я не ошибаюсь. Да. Хорошо. Я благодарен, что вы провели этот вечер в среду вместе с ESPCH-навигатором. Надеюсь, это было вам очень полезно. Я жду вас либо в эту субботу на полном курсе, либо по средам на открытых занятиях. Пожалуйста, приходите, будем работать, будем изучать, будем ехать в Страсбург потихоньку. Так, еще Айфон спрашивает. Антон Леонидович, подскажите еще, меморандум пишется на английском? Меморандум, да, на английском, потому что на стадии коммуникации общение с Европейским судом только на английском или французском. Можете на французском написать. Здесь, кстати, вам выбор предоставляется, английский или французский. Жалобы уже можно писать на любом, не только на родном языке, а еще и вообще на любом языке государства, членов Совета Европы. На турецком можете написать, можете на грузинском написать, они обязаны будут его прочитать. Ну, допустим, вы жалуетесь против, не знаю, России, а вы грузин, у вас родной язык грузинский. Ну, не надо на русском писать, потому что жалуетесь против России. Пишите на грузинском, Грузия, член Совета Европы артифицировала Европейскую конвенцию. Пожалуйста. Хорошо. Если больше вопросов нет, я тогда с вами, ребят, прощаюсь. до скорого. И в том же телеграм-чате, телеграм-канале будет выложена видеозапись сегодняшнего занятия. Мы сегодня, кстати, очень оперативно закончили. Хорошо. Оксана, спасибо вам. До свидания. Жду от вас звонков, писем. Будем работать на полном курсе. Спасибо.